Так, друзья, давайте сегодня вернемся к буквам и цифрам, потому что сколько бы мы, я смотрю, на эту тему не говорили у нас в YouTube на канале, на нашем, все равно какие-то вопросы остаются, люди продолжают писать и задавать на эту тему интересующих вопросов. Постараюсь все это сжать еще раз и еще раз про буквы и цифры. Значит, что такое буквы и цифры? Буквы и цифры, вот здесь вот прямо сейчас внимание, концентрация полное внимания, это графическое обозначение количества и звука на письме. То есть количество мы обозначаем цифрами, а звуки, которые мы слышим и произносим, мы обозначаем буквами на письме, мы их видим и пишем, правильно? То есть это графический символ. И вот эти графические символы, цифры и буквы нужно учить во вторую очередь, а в первую очередь нужно разобраться с количеством по математике и со звуками относительно грамоты. Давайте разбираться, что такое разобраться со звуками и с количеством. Значит, еще раз запомнили, да, прям как с локом. Буквы и цифры детям дошкольного возраста показываем в последнюю очередь, только тогда, когда они уже поняли, что такое количество и что такое звуки. А что такое звуки и количество, вот сейчас будем разбираться. Значит, давайте сначала со звуков начнем. Звуки мы с вами слышим и произносим. Звуки бывают неречевые, это гром, перфоратор, машина, мяуканье, кваканье, в общем неречевые. И бывают речевые, которые мы произносим. Соответственно, звуки мы слышим, неречевые и речевые, и произносим речевые. Со звуками мы начинаем знакомить, ну в любом возрасте, мы можем, например, с года и с двух знакомить, это не буквы. Со звуками мы обращаем внимание ребенка на звуки и можем знакомить с ними в любом возрасте. И начинаем мы знакомить не с р, л, ш, твердого и мягкого, а начинаем знакомить с антогенеза. Вот как они появляются в речи у ребенка, раннем антогенезе, в полном антогенезе, вот так мы и знакомим. Это у нас звуки гласные, соответственно, верхнего ряда, чтобы вам понимать, давайте вспомним первый класс, начальную школу, у нас над доской у всех висела лента букв, если вы такую не помните, наберите в Яндексе лента букв, и вы поймете, о чем я говорю. Значит, на красном поле у нас гласные, на синем поле у нас согласные, там где-то в конце у нас черные или серые у нас находятся знаки мягкие, твердые, про них вообще потом, и вот, значит, сначала мы знакомим с гласными верхнего ряда, там помните, А, О, У, И, Э наверху находятся, А, И, Е, Ё, Ю, Я внизу находятся, все, что внизу, это смягчает, все, что наверху, это делает согласные твердыми, но к этому вернемся. Вот, значит, сначала знакомим с гласными верхнего ряда, А, О, У, Ну, И, Э, не обязательно, они такие редко встречающиеся, скажем так, да, но вот первым делом это А, О, У, И вот начинаем, познакомились с А, Аист, Акула, обязательно, чтобы ударные было, Африка, что на А у нас, Ангел, Азбука и так далее. Значит, познакомились с этим делом, да, чтобы ребенок слышал, потом мы говорим, что в начале слова мы слышим А, Азбука, а еще слышим в конце Машина, А, слышишь там в конце слова. Когда он слышит и в начале слова, и в конце ребенок слышит этот звук А, и еще может сам подобрать на этот звук слова, мы еще в середине добавляем. Там, допустим, МАК, МАК, слышишь, не в начале, не в конце, а где-то посередине. С А разобрались, с У разобрались также, с И разобрались, с О разобрались, да, слышим в начале, в конце. Когда с О обязательно под ударением облако, овощи, озеро, обувь, да, овощи, говорила. Все под ударением, чтобы ребенок слышал. И в конце, ну, придумать там слова, где в конце О находится. Вот, все он слышит тогда, слышит эти звуки, все, он разбирается, он определяет, допустим, условно набрать БАНАНЫ, в конце какой звук слышит. Если он вам говорит И, слышится, да, здесь все, пятерка, все разобрался, можно к следующему переходить. Потом переходим к парным буквам. Б, П, Ф, Г, К, Д, Т, они на синем поле находятся. И друг по другам, они парные, Б, П, В, Ф, верхнего ряда звонкие и нижнего ряда глухие, но парные. И вот с парным, пожалуйста, соединяйте. Б, Б, А, вместе будет БА, да. Давай услышим в начале слова, где у нас слышится Б, Б, БАНТ, или в конце ГРИБ, да, ГРИП, ГРИБ, научить ГРИБЫ, ГРИПЫ, там, множественное число. В общем, это все нужно научиться слышать. Потом у нас пойдут сонорные, потом гласные второго ряда, которые смягчают. Е, Ю, Я и Е, Ю, Я, Ю, Е, Е, Ю, Я. Вот, вот эти ютированные гласные, которые дают иногда два звука Е, У, Е, А, Е, Что там у нас? Ну, вы поняли. Их вообще в последний момент. Ну, и твердый, мягкий тоже в последний момент. Вот, когда ребенок научится это слышать, когда он выделяет ударную гласную, слог слышит, ударный, да, муха, муха может ударение сделать, да, какое у нас ударное, у, ударное гласное. Или, там, посчитай, сколько слогов в слове, молоко, он уже понимает, сколько гласных, столько и слогов в слове, это он уже все тоже зацепил. Когда он может поставить, значит, ударение выделить гласную, когда разделяет на слогик, слышит звонкие, глухие, это горлышко нужно прикладывать, но это вот специалисты-логопеды, все знают, родителям лучше, мне кажется, это дело не трогать. Когда он находит парные, гласные, согласные, твердые, мягкие, когда он все это слышит и разбирается в этом, тогда можно уже познакомить как раз с графическим обозначением того или иного звука во вторую, да, стадию. А мы начинаем, родители, все впервые, вот у нас на холодильнике висит это БМГ, кукареку, и начинается вот с этого. Нет, сначала мы слышим уши и рот, и язык у нас в произношении первичном. То же самое происходит и с цифрами. Цифры, почему у меня в тетрадях нигде нет цифр, там, в первой, второй тетради, ну, потому что это не нужно. Нужно выучить количество, и когда я вот, я вижу какие-то тетради стали на Украине, там, в Краснодаре, похожие на наши выпускаться, я прям смеюсь, я их пролистываю, и я вижу, что написано тетрадь от года до двух, я вперед записывала, критика такая, а там вместе с мамой и малыш напиши цифры, давайте учить цифры еще, четверка неправильно написана, семерка неправильно написана, давайте учить, то какие цифры в год и два, и в два, и в три, и в три, и в четыре, да, ну, не нужны, нужно количество. Вот давайте разбираться, сколько я фломастеров взяла, ребятки, один, а что нужно сделать, чтобы их стало два, а у тебя стало больше или меньше, а сделай их поровну, а что нужно сделать, чтобы их стало меньше на один, меньше на два, а ну, куда, добавь еще один, а получилось пять, ты представляешь, это посчитать можно, да, пять, ну, в общем, играется с этим количеством в пределах десяти, в пределах, там, подготовительной группе двадцати больше не нужно, потому что у нас десятичная система исчисления, и ребенка достаточно зацепить в пределах десяти, дальше он по аналогии уже понимает, как делать, двадцать, тридцать, сорок, и так далее. Вот, и нужно с этим играть, состав числа обязательно, разложить это количество десять конфет на две кучки, на три кучки девять разложить, поровну сделать, по два, по три, уменьшить на один, уменьшить на два, состав числа вообще должен от зубов в пределах десяти отлетать к первому классу. В общем, не гонитесь выучить графическое обозначение, и не гонитесь вот это стихотворение, мама иногда на площадке говорит, «Так вот, мой считает до 100». Да ну, оно не нужно это, это только, это не относится к математике, это относится к хорошей памяти, что ребенок выучил просто скороговорку, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 21, 25, 26, это просто он выучил низкороговорку о стихотворении, это, ну, хорошая память, но к математике-то это не имеет никакого отношения, к понятию количества, числа вот этого вот не имеет. Поэтому пользуйтесь проверенными, пожалуйста, тетрадями, когда вы покупаете тетради, обязательно смотрите, чтобы был автор, прочитайте про этого автора, какое у него образование, какой у него стаж, если Коноваленко тетрадь там по грамоте, то там сразу же в интернете выскакивает, что это учитель-логопед с таким-то таким стажем, да, или хотя бы стоит значок ФГОС, в общем, почитайте про автор, не берите, вот сейчас на Украине, еще раз говорю, вот это какая-то первая тетрадь, что ли, розовая, голубая продается, вот они у меня все время в ленте, я не подписана, я не знаю, почему-то у меня в ленте все время выскакивает, я за голову хватаюсь, там, давайте учить буквы в 2 в 2 год, давайте учить цифры, ну, давайте перестанем детей уже портить, давайте будем делать все как положено по ФГОС, мы же не ходим лечиться, зубы лечите к проктологу, мы же к самотологу идем, правильно, и вот эти тетради своим детям покупайте, в которых нет дошкольном возрасте, в младшем и среднем цифр и букв, ну, не нужны они в этом возрасте, нужны вот звуки и количество, а графическое, еще раз, обозначение количества и звука как можно позже, эта информация, она быстро ложится и совершенно она не нужна в раннем, в общем, детстве, вот, я постаралась вот это дело сжать, чтобы родители понимали, потому что родители тоже думают, что к школе нужно скорее научиться читать и писать, и вот не обращать внимания на количество и на звук, и скорее шпарит это, вот, давай выучим от 1 до 100, давай скорее, где буква Б, вот это особенно в ленте, я когда вижу, где буква Б, где буква Г, где буква Ж, и еще когда показывают М, Мэ, нет, говорят М твердо, особенно педагоги, а слово подбирают на мягкий, Мэ, Мишка, вот говорят, что это М, М, Мишка, ну как М, когда это Мишка, это мягкое, то есть, в общем, родители, если вы в этой теме не разбираетесь, пожалуйста, доверьтесь профессионалам и, ну, не бегите в трагедии паровоза, если разбираетесь, то и хотите в этом разобраться, почитайте правильную литературу, сделайте это правильно, или хотя бы задайте вопросы, я вам еще раз про это дело расскажу, чтобы не переучивать, потому что многие дети ко мне в 5 лет приходят, казалось бы, нулевые, и они никуда на подготовку не ходили, выясняют, что у них там уже такая домашняя работа капитальная проведена и неправильная, и чтобы это стереть, это прям целый полгода или год нужно, это очень сложно, пусть уж лучше пусто, и мы все, педагоги, положим чистенькое, чем потом это дело справлять. Все, не болейте, дружите, любите, и еще увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok